Уверен, что еще какие-то страны, которые, ну вот пока мои помощники мне не прислали Наверняка кто-то зарегистрировался издалека и будет участвовать И это вот, ну, наверное, большой плюс Положительная сторона монеты нынешней ситуации с короной эпидемией То есть возможность преодолевать границы Преодоление границ, преодоление ограничений, выход за пределы Помните, ценности самотрансценденции на верхушке пирамиды потребностей Маслова Это сущность транспарсонального подхода, транспарсональной ориентации И с помощью онлайн-конференции мы успешно преодолеваем временные барьеры Барьеры между странами, барьеры расстояния До этого, когда конференция у нас происходила в Петербурге, в Москве, в Ярославле Не так-то много людей могли туда приезжать Сегодня у нас конференция проходит на очень широком пространстве Пространстве всей Земли И у нас много участников У нас примерно 25 докладчиков У нас 60 студентов примерно Московского института психоанализа, участвующих в этой конференции И у нас 170 примерно зарегистрированных участников То есть дополнительно к докладчикам и студентам Московского института психоанализа То есть в сумме больше 250 человек И в разное время они будут подключаться к конференции У нас ведется запись конференции Сейчас я проверю, ведется ли запись Нажал ли я на запись Вот сейчас уже нажал Запись до этого немножко не велась Но ничего страшного Начиная с 10 часов, 5 минут запись ведется Я вкратце повторю для записи В этой конференции мы преодолели границы, границы города, границы страны У нас участвуют люди из многих стран Из России, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Мальты, Молдовы, Канады, Германии, Израиля, Индонезии, Финляндии То есть очень много участников из разных стран И у нас 25 докладчиков, 60 студентов Московского института психоанализа И около 170 зарегистрированных участников Вот из разных мест Так что это действительно глобальная конференция И тема этой конференции не только притягательна Не только интересна, волнующа для многих Но она также чрезвычайно важна для трансперсонального подхода Дело в том, что в трансперсональном подходе существует внутренняя сокровенная связь Ну не только в трансперсональном, но и в других родственных подходах Интегральном подходе, который вышел из недр трансперсонального первоначального подхода Процесс ориентированного подхода Который с самого начала очень близок и сродственен трансперсональному подходу И лидеры процесса ориентированного подхода Часто выступают на международных трансперсональных конференциях Почему у нас такая тесная связь с искусством и с духовностью? Эта связь намного больше, чем в любых других школах мировой психологии Благодаря этой связи на этой конференции мы, собственно говоря, и сконцентрировались на том Чтобы еще раз, еще глубже, еще дальше исследовать вот этот союз Между трансперсональной психологией, духовностью Почему, в конце концов, наша конференция называется «Творчество как суть эволюции» Ну, наверное, прежде всего, наши подходы в наибольшей степени выражают дух времени Они зародились в 60-е годы И вот тогда одновременно произошли несколько эпохальных для всей нашей культуры событий Я напомню вам эти события Ну, в конце 50-х годов это первый искусственный спутник Земли Вид Земли из космоса Начало нового видения мира То, что раньше было доступно только великим учителям и мистикам Стало доступно каждому человеку Стала работать новая реальность Затем паломничество в страны Востока То есть, миллионы людей устремились в поисках духовности, духовных знаний, духовных учителей Ну, напомню, феномен Карлоса Кастанеда Который буквально стал дедушкой нового века и трансперсональной психологии Это, конечно, рок-революция, гуру-революция, психоделическая революция, движение контркультуры Благодаря технологии и технике Земля становилась все более и более глобальной, быстрой путешествия Соединили нас в глобальное телевидение И стал работать вот такой глубинный алхимический котел По взаимообщению, взаимообогащению, взаимопознанию, преодолению прежних рамок И, конечно же, вот те направления всевозможного рода наук, движений Которые в наибольшей степени выражали дух времени Который стал проявляться во все большей и большей силе в 60-е годы Они и стали авангардом Авангардом психологии, это трансперсональная психология, интегральный подход Процессориентированный подход И авангардом искусства Авангардом духовных практик и знаний И наши направления не ограничены материалистическим подходом Они передний край науки, но они в то же время раздвигают рамки науки И черпают свои ресурсы и интуиции в духовности и в искусстве Ну вот название моей вводной беседы Творческая эволюция 2.0 И кто-то из вас знает, что это одновременно резонирует с известной темой Которую впервые озвучил Арни Бергсон У этого замечательного мыслителя, философа есть замечательная книжка Вот я обложку этой книжки вам сейчас покажу Творческая эволюция, она постоянно переиздается Первоначально эта книга была издана в 1907 году Через много лет, 20 лет примерно За эту книгу Андрей Бергсон получил Нобелевскую премию Но поскольку по философии Нобелевской премии не присуждается Нобелевскую премию по литературе За блестящее выражение на великолепном языке Глубинных откровений, глубинных идей, волнующих человечества И эта книга очень быстро была переведена на русский язык И повлияла на многих наших великих мыслителей Но в частности на великого эволюциониста Владимира Вернацкого Создателя концепции ноосферы, который повлиял на Теярда Шардена Финомен человека, точка омега и так далее То есть книга Андрия Бергсона запустила очень многие мыслительные процессы Еще и потому, что вот то видение человеческой эволюции Которое было в ней развито Очень сильно отличалось от классической видения Дарвина, Спенсера Или вот того эволюционного видения Которое было присуще глубинной психологии Зигмунда Фрейда И связано было это прежде всего в различном понимании того, как происходит эволюция И что является движущими силами эволюции И если у Дарвина это естественный отбор, да, выживает сильнейший Вот такой подход биологический, материалистический Если у Фрейда эта энергия, либидо, вот этот драйв жизни, связанный с сексом, размножением прежде всего Глубинные силы бессознательного То у Андрия Бергсона это жизненный порыв Это сила сознания нисходящего на землю и пробуждающего потоки жизни Вбирающего, приглашающего их проявляться все больше и больше и больше И подход, который развивает в своей книге Арни Бергсон Ну, его называют философией жизни Он, во-первых, намного шире, обширнее, интуитивнее Чем доминирующие в его время материалистические подходы к эволюции А во-вторых, он многомерен В подходе Бергсона колоссальную роль играет понятие длительности Он вел его То есть движение времени, биение времени, пульс времени, динамика времени Вот это тесная связь времени и жизненного порыва Времени и сознания, множественности вариантов развития Присутствие в самой эволюции творческого начала Поэтому название книги Бергсона «Творческая эволюция» Книга, как я уже сказал, оказала колоссальное влияние на мировую гуманитарную культуру На российское мышление И в каком-то смысле Вот то, что мы делаем на этой конференции Можно было бы назвать творческой эволюцией 2.0 Вот как сейчас модно составлять подобного рода слоганы То есть это апгрейд через 113 лет этих первоначальных интуиций Ну действительно, 113 лет – очень немалый срок За это время возникла теория относительности Квантовая механика, вся современная наука Вся современная реальность полета в космос И тотальная смартфонизация мира То есть информационная компьютерная эволюция развивается бурно, как никогда За это время возникла новая социальная реальность И проявился дух времени Который связан с развитием Который связан с эволюцией Который связан с тем, что мы люди В массе, не единые индивиды Пришли к пониманию того, что мы можем управлять своей эволюцией Поток эволюции не просто нас несет Не только определяет наши жизни Мы не просто пловцы в потоке эволюции Но мы можем управлять этим потоком Мы можем управлять своим движением Не только внутри потока, но и самим потоком И это фундаментальная интуиция Всего духовно ориентированного подхода В гуманитарных науках Который включает и классическую транспорциональную психологию И интегральный подход Кеновилбера и его команды И процесс, ориентированную психологию Минделлов Так что мы далеко не случайно собрались здесь И далеко не случайно я назвал в свою вступительную беседу Творческая эволюция 2.0 Опираясь на открытие Гениальной книжки Анри Бергсона Что еще для меня здесь важно? Второе слово Эволюция И много лет назад я открыл для себя мир транспорциональной психологии В 1980 году прочитал первую книжку Гров, которая тогда была переведена в самоиздате Много лет занимаясь этим направлением Первоначально первые годы подпольно, потом легально, потом с многочисленными коллегами Лидерами российской транспорциональной психологии и психотерапии Мы создали ассоциацию, которая скоро отпразднует 20-летний юбилей в 1921 году Так что все замечательно развивается И я развивался как профессионал, как ведущий голотропного дыхания, как преподаватель, как открыватель некоторых тем и автор книг И всего лишь несколько лет назад я понял, что на самом деле я занимался по большому счету эволюцией То есть я эволюционер, я занимался поиском, изучением инструментов эволюции И я думаю, что очень многие люди, которые пришли на эту конференцию, принадлежат вот к той же самой категории людей Мы все эволюционеры, нас всех интересует, как мы можем развиваться и развиться до максимума Вот в избранных направлениях, которые нас интересуют больше всего Как мы можем стать максимально целостными, максимально осознающими, максимально творческими, максимально выражающими все и вся И причина, почему эволюция является общим трендом человечества состоит, наверное, в том, что мы все с детства ищем реальность И это очень легко понять по нашей склонности домогаться у взрослых ответов с помощью вопросов Мы все почемучки, ребенок трех лет задает в среднем 500 вопросов в день И многие взрослые до сих пор любопытны и продолжают спрашивать, 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 не всегда вслух Но именно этот внутренний поиск и вопросы ведут нас дальше, вперед с тем, чтобы выходить за пределы знакомого, достигнутого и идти дальше И простой вопрос в отношении того, а что мы ищем, задавая вопросы своим почемучеством, вопрошательством Показывает нам, что мы все через вот этот акт вопрошания ищем знания на ответов на вопросы о том, какова реальность То есть, по большому счету, мы все ищем реальность И вот в этом ключе все поиски человечества во всех сферах И в сферах технологии, науки, социальных проектов, в сфере в области искусства, духовных практиков Мы могли бы также понимать как поиски реальности в разных измерениях человеческой жизни А вот найденные знания, интуиции, прозрения, не всегда выражаемые строго, математически, логически Не все поддается вот такому выражению А что-то принципиально невозможно выразить на точном, строгом, логичном языке В силу природы этих явлений Так вот, мы все это могли бы понимать как инструменты эволюции То есть, знания и практики, которые помогают нам становиться все более и более реальными Меня, когда я вот до этого всего лишь несколько лет назад наконец-то дошел Это потрясло, поразило, посыпались многие другие интересные ответы Я снял популярный фильм на эту тему «Инструменты эволюции» Кто-то из вас его уже смотрел И стал проводить многочисленные также авторские курсы Собрав все свои знания Мы провели, между прочим, конференцию с коллегами Из российской и европейской трансперсональных ассоциаций Провели конференцию в Санкт-Петербурге в 2018 году Которая тоже называлась «Инструменты эволюции» Она была таким фором, порталом к уже международным европейским знаниям и пониманиям в этом направлении Вот почему эволюция также актуальна у нас Почему она очень актуальна Ну и отсюда у меня посыпались также понимания о том, что искусство является важнейшим инструментом эволюции И важнейшей эволюционной практикой Ну и другим немаловажным пониманием к тому, как я приходил к этому пониманию Является мой взгляд и переосмысление в отношении того, что было главным ресурсом человечества на протяжении долгой человеческой истории Ну, как мы все знаем, вот когда-то, в давние-давние времена, среда обитания в первобытное время была главным ресурсом Именно из нее мы получали все, что нам нужно древним людям для жизни Затем, в период уже первых больших империй, в период язычества, главным стратегическим ресурсом становились империи со всеми их ресурсами В период агрикультурных мощных обществ считалось, что главный стратегический ресурс – это земля У кого больше земли, тот обладает большим ресурсом и во всех других областях Период капитализма знаменовался тем, что деньги стали главным стратегическим ресурсом, мерилом, началом и концом всего Точкой отчета богатства человека, богатства государства Но деньги, как и все остальное, тоже имеют свой источник И в наше время все больше и больше понимается, что источником денег и всего остального является знание Или в таком прагматичном виде информация Недаром информационно-коммуникативная революция – это наиболее яркое проявление духа нашего времени Однако и информация тоже, как мы знаем, имеет свой источник И источник информации – это творчество Она не возникает ниоткуда Она возникает в актах человеческого творчества Она приходит в наш мир через эти акты И поэтому сейчас все ярче и ярче и ярче и ярче брежет уже дух времени будущего И мы с вами, по сути, это как раз и есть те провозвестники, те первопроходцы Вот тот авангард будущего, который почуял его и уже начинает заботиться о нем Высаживать сад будущего, высаживать семена будущего мира Уделяя все больше и больше внимания главному стратегическому ресурсу этого будущего мира – творчеству Очень много людей, наверное, большая часть современного человечества все еще живет в прежнем мире, мире денег И до сих пор уверена, что деньги есть главное Значительная часть людей живет уже в мире информации Они знают, они активны и через, я думаю, 10 лет это будет очевидно и всем, что главная сила – это информация Но небольшая часть людей работает на будущий мир И мы все с вами уже окунулись, выращиваем этот новый мир – мир творчества Мир вдохновения, мир импровизации Вот почему наша конференция называется «Творчество как суть эволюции» И вот почему здесь вот таким интересным, сложным образом сплетены разные темы, разные люди На конференции, как вы знаете, из программы у нас, потрясающая программа У нас и невероятные спикеры из мира трансперсональной психологии, из мира искусства, из мира практических знаний Вот я еще раз для вас всех программу Люди-первопроходцы, люди, которые являются гениями социальных инноваций И структура нашей конференции, я прокручу и второй день, чтобы вам было изменение И вот обратите внимание, небольшое изменение в начале первого дня Невероятный Олард Диксон, один из крупнейших специалистов по шаманизму Поделится своими последними открытиями с 11.00 по 11.30 Это вот изменение Ну и все другие потрясающие эксперты То есть, хотя конференция у нас линейна, одно событие, одно за другим Тем не менее, мы охватываем колоссальный спектр всевозможных знаний И прежде чем я завершу свое введение, разрешите мне также поделиться радостной новостью А именно приветствием к нашей конференции от основателя трансперсональной психологии Станислава Грофа Станислав Гроф и его жена Бригитта Гроф послали это приветствие И также пригласили, ну прежде всего, студентов Московского института психоанализа На большую международную программу тренинг наследия Грофа Который скоро открывается во всех странах мира В том числе, в этом тренинге будет также обучение мастерству введения семинаров по холотропному дыханию И выпускники получат право, международное право быть ведущими холотропное дыхание Но сам тренинг намного шире, чем просто холотропное дыхание И вы об этом все также скоро узнаете Итак, приветствие Станислава и Бригитты Гроф Продолжение следует... 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 Продолжение следует...